Каждый, кто выбирает участок, сталкивается с вопросами обеспечения жизнедеятельности, в частности, с вопросами инженерных коммуникаций. Одной из важнейших систем электронных коммуникаций является свет, или, проще говоря, электричество. Как мы говорили ранее, наличие электричества – это необходимый достаточный критерий при выборе участка, ниже которого лично я точно бы не стал опускаться. То есть участки без электричества однозначно попадают в категорию нерассматриваемых. Когда я выбирал участок, меня интересовали не просто предложения со светом по границе, а меня интересовали предложения, на которые, как минимум, уже оформлена заявка, и свет гарантированно через какое-то время будет проведен, либо уже с проведенным светом. На момент покупки я вообще не знал всю технологию, и сегодня мне хотелось бы описать вам, как это все происходит. Происходит это примерно следующим образом. Когда я брал свой участок, ребята оформляли заявку. Соответственно, мы не будем рассматривать ситуацию, когда вы купили участок, и у вас непонятная ситуация со светом. Будет он или не будет, и когда будет он или нет. То есть, если в самом СНТ вообще не проведен свет, если вы видите, что там нет ни одного столба, лучше выберите другое место. Не нужно покупать такие участки, как бы вам не нравилось это место, как бы вам не нравилась цена. Потому что в случае, если свет туда не будет проведен никогда, проблема, с которой вы столкнетесь при подключении этого самого света, превысит все возможные профиты, даже от самой низкой цены этого участка. Даже если вам его просто подарили. Соответственно, если свет уже ведется на участке, вам нужно оформить заявку на подключение лично вас, как потенциального потребителя к источникам сети. В моем случае заявка уже была оформлена, и ребята помогли мне переоформить заявку на себя. Если заявка не оформлена, то вы приезжаете в МАЭСК, заранее туда можно позвонить. Делается это, в принципе, в любом МАЭСКе, но я делал в МАЭСКе, самом близком к моему участку, в Подольском МАЭСКе. Также я мог это сделать в МАЭСКе города Чехов, что было бы еще ближе. Но до Подольска мне было удобнее ехать из Москвы. Соответственно, вы должны либо подать заявление на подключение вас, как потребителя к электросети, либо переоформить чужую заявку. Я переоформлял чужую заявку, и выглядело это следующим образом. Вы приезжаете в МАЭСК, обращаетесь к девушке-менеджеру, к девушке-ассистенту, и просите оформить заявление о переуступке прав. Как правило, девушки-менеджеры помогают вам его оформить, и дальше вы ждете, когда на вас придет полный комплект документов, который представляет из себя копию, как правило, сейчас я это все подписываю с электронной подписью, копию заявления о переуступке прав, соответственно, ТУ, которую вы должны соблюсти, и в этих документах также будет номер вашей заявки. Очень важно его себе куда-то выписать, потому что часто вас потом будут его спрашивать, до этапа МОСЭнергосбыта. Соответственно, когда вам на почту пришли документы, обычно это такой пакетик бело-синего цвета от МАЭСКО, вы получаете эти документы и едете с ними в сам МАЭСКО. Там вы, соответственно, их подписываете, и дальше вы должны эти ТУ соблюсти. В моем случае дело было зимой, поэтому я решил подождать, когда снег растает, потому что зимой никакого этапа строительства я на участке не планировал. Также я хотел подождать, когда непосредственно подключат мой участок. Каким образом это выглядит? Если вы приедете на участок, вы можете обратить внимание, что есть некая центральная аллея. Обычно от некого основного ЛЭПа через трансформаторы заводят через столбы свет на эту центральную аллею. По ней идут столбы. Соответственно, от центральной аллеи, как правило, отходят параллельные второстепенные дорожки, которые потом, в случае развития у вашей СНТ, будут иметь какие-то имена, и на них делают смежные перпендикулярные линии, то есть перпендикулярные линии столбов, по которым также пускают линии. Ваша задача дождаться, когда перпендикулярные линии столбов, то есть, по сути, столбы, которые идут уже по вашей улице, будут находиться непосредственно у вас. Обычно над каждым участком, то есть перед каждым участком, будет стоять вот этот высокий столб, от которого вы потом сможете вниз бросить линию на небольшой высокий столб, на котором будет висеть ящик. Как только этот столб вы увидели, вы можете, соответственно, непосредственно подключаться. Делается это следующим образом. Либо вы едете в МАЭСКО и заказываете официальную услугу, которая стоит 32, если память не изменяет, тысячи. К вам приезжает специалист из МАЭСКО, устанавливает вам ящик. Вы должны выбрать тариф, дневной или двухтарифный, ночной дневной, где ночной тариф чуть дешевле. Вы устанавливаете официальный ящик, и после этого с этим ТУ вы подаете заявку в МАЭСКО о том, чтобы к вам приехал специалист и проверил согласно ТУ установку этого ящика. Если все правильно, то, соответственно, дальше вы ждете, когда ваши документы придут в МАЭСКО. В моем случае я не стал тратить 32 тысячи и нашел телефон такого же работника, такой же организации, но который в свободное от работы время на наших участках занимается вот такой халтурой. То есть устанавливает счетчики, устанавливает шкафчики, но уже в два раза дешевле. За 15 тысяч. Я заплатил этому человеку деньги, он поставил мне, соответственно, ящичек, подключил и сделал там розетку, чтобы я мог подключать какой-то инструмент и работать на участке уже сейчас. Это было очень важным требованием. Он же сам за эти же 15 тысяч сам подал в МАЭСКО все документы, и мне уже пришла смс-ка о том, что мой участок, мой шкафчик проверен специалистом МАЭСКО, и я могу получать документ. Соответственно, я приехал в МАЭСКО. Получать документы нужно в течение очень короткого срока, потом они отсылаются на почту. Если они были подписаны вручную, но если вы все это оформляете сейчас, это все подписано электронной подписью, соответственно, вы можете не дожидаться, когда это придет на почту, приехать в сам МАЭСКО в любое удобное вам время и получить копии этих документов, потому что все это электронное. После того, как вы получаете эти документы, вы должны отвезти их в МОСЭНЕРГОСБЫТ. В МОСЭНЕРГОСБЫТ можно ввести их любой. Я выбрал МОСЭНЕРГОСБЫТ, который находится у меня возле дома. Соответственно, вы берете эти документы, везете их в МОСЭНЕРГОСБЫТ, садитесь к такой же девушке, в такую же кабинку, она все это оформляет. Вы пишете заявление на подключение, на получение лицевого счета. После того, вам говорят, что вы должны ждать звонка, и где-то примерно через месяц-полтора вам позвонят, вы получите лицевой счет. Вы сможете приехать в МОСЭНЕРГОСБЫТ, получить этот пакет, там будет номер вашего лицевого счета. После чего вы сможете зарегистрироваться, добавить свой лицевой счет на сайте, по своей почте. Соответственно, получите пароль, потом вы сможете заходить в свой личный кабинет и оплачивать через интернет удобным вам способом, удобным вам образом вот эти счета. Собственно, вот весь процесс подключения. И напоследок, небольшая информация. Я подключился в апреле. Сейчас у нас на дворе конец июня. То есть прошло 4 месяца. За 4 месяца я потратил 3 киловатта электроэнергии. Правда, у меня нету никаких ососительных приборов. У меня на участке нет никаких обогревательных приборов. Вся эта электроэнергия потрачена на работу сверил, электролобсиков, пил, сварочного аппарата. Поэтому пока те расходы, которые идут у меня на дачу, конечно же, не могут меня не радовать. Потому что даже при цене 5 рублей за киловатт это всего лишь 25 рублей за 4 месяца. Конечно же, в случае подключения каких-то электроприборов, строительства дачи, где будет освещение, где будут работать телевизоры, радиоприемники, холодильники с постоянной работой, микроволновки, где будет работать система отопления зимой. Все это, конечно же, электрочайники, которые едят по 2 киловатта за раз. Все это, конечно же, чайники и другие электроприборы. Все это, конечно же, будет тратить значительно больше электроэнергии и потребует у вас значительно больших затрат. Собственно, все. Я описал весь процесс подключения электроэнергии к вашему дому. В следующих кастах мы затронем такие важные темы, как поиск и выбор конструктора. Я расскажу свою историю взаимоотношений с различными конструкторами, покажу, как выглядит готовый проект. Расскажу о ценах, покажу, собственно, деталях проекта своего дома, расскажу, как я его проектировал. И будет очень большая история о строительстве времянки, где будет очень много интересного материала, который, я думаю, безусловно, несомненно, вас заинтересует. До новых встреч, друзья! Оставайтесь с нами, жмите лайки, репосты, пишите комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok